Каков хукам празднования дня рождения? Является ли это нововведением? У нас есть правило. Праздники берутся из откровения. А в Сунне указываются только два праздника. Праздник разговения и праздник жертвоприношения. Поэтому не придумывай третий праздник. Потому что праздники берутся только из откровения. Они являются обрядами исламской уммы. Поэтому не выдумывай новый обряд. В чем определение праздника? Праздник – это возвеличивание какого-либо определенного промежутка времени ради самого этого времени. Допустим, какой-то человек родился первого числа первого месяца, после этого каждый раз, когда наступает первое число первого месяца, он возвеличивает это время, устраивая в нем праздник, собрание или даря подарки. То есть любым из проявлений праздника. Когда человек возвеличивает его, это недозволено, потому что он возвеличивает определенное время само по себе. Или, например, когда наступает день женитьбы, ты даришь своей жене подарок. Это одна из разновидностей празднования этого дня, потому что ты выделил для этого определенное время, понятно? Возвеличивание времени само по себе – это избрание его для себя праздника. Как я уже говорил, праздники берутся только из откровения, поэтому не придумывай других обрядов. Ведь передается в хадисе Джабира, что когда пророк, салиллаху алейхи вассалям, прибыл в Медину, он нашел, что у ансаров было два дня, в которые они развлекались. Тогда он сказал, «Воистину, Аллах заменил вам эти два дня на другие, которые лучше их, а это день разговения и день жертвоприношения». Такие вещи очень распространены. Например, человек устроился на работу в определенную дату, ты можешь увидеть, что он отмечает это событие, или, например, годовщина женитьбы, или день рождения, или любое подобное событие. Ты заметишь, что человек возвеличивает эту дату, выделяя ее, и совершает в это время разные дела, такие как поздравления, дарения подарков, собрания и угощения едой. Все это относится к празднованию этого дня, и это недозволено. Однако, если человек не выделяет какое-то определенное время, например, если человек закончил обучение, отметил это праздником и больше не повторяет его, или, например, если человек выучил Коран наизусть и устроил праздник, или устроился на работу и отметил это праздником один раз, больше не возвеличивая эту дату, когда она наступает, он устроил праздник по случаю какого-то события. В этом нет проблем. И это относится к дозволенному празднованию событий. Продолжение следует...